Всем доброго времени суток, друзья! Данный расклад для Натальи. И сегодня мы будем смотреть, что подарит вам текущий год и как могут складываться события в разных сферах жизни. Первое, что мы смотрим, это, конечно, в нашем случае, что по судьбе в этом году, а что не по судьбе. Что вам по судьбе и что не по судьбе в этом году. Каким должен быть образ мыслей для того, чтобы быть счастливой. То есть в каком направлении именно нужно думать и каким образом складывать мысленно, ментально свою жизнь. В ближайшие полгода какие наиболее важные события вас ожидают и в какой сфере они вас ожидают. То есть вот так мы зададим вопрос наиболее значимой, какая будет являться сфера для вас в обозначенный период времени. Следующие моменты. Это мы смотрим сферы денег, здоровья и отношений. И первая сфера это финансы. Финансы мы разобьем на зиму, весну, лето и осень. Следующий вопрос это будет здоровье. То есть по здоровью. Здоровье зимой, весной, летом и осенью. То есть вот здесь мы посмотрим, есть ли какая-то опасность для здоровья. Есть ли возможность каких-то операций, то о чем вы спрашивали. Ну и соответственно на какой период года скорее всего может прийтись вот эта ситуация. Следующий вопрос это сфера отношений. Но мы сферу любви. Именно смотрим, именно отношения с мужчинами. Также зима, весна. На лето у нас две карты почему-то выпадают. Но мы их оставим, так как они и выпали. И посмотрим, что предвещает данный год в обозначенный период времени. Зимой, весной, летом и осенью. Ну здесь еще мы добавочные, знаете, все-таки карты возьмем. Они будут отвечать за предостережение на год. И совет. Что-то у нас пытаются карты из колоды вылететь. Куда-то они летят. Что-то они, что вы хотите нам сказать. Год говорит о том, что он будет насыщен. Вернее, карты говорят о том, что год будет насыщен возможностью обмана и, возможно, каких-то потайных страхов. Но в любом случае вам придется столкнуться с нечестностью окружающих. А уже в какой сфере, мы сейчас посмотрим отдельно. Первое, что мы посмотрим, это что по судьбе в этом году вам. Что не по судьбе. Ну и вы знаете, здесь в принципе по судьбе ложатся неплохие карты. И по судьбе у нас выходит, хотя может быть и какая-то несерьезность. Может быть какие-то новые отношения, которые придут в вашу жизнь. Которые не приведут к чему-то глобальному. Но в то же время карта ложится и благоприятно. Это два старших аркана. Причем оба этих аркана иногда означают детей. Иными словами, ваши дела будут связаны то ли с семьей, с детьми. То ли есть возможность зачатия ребенка. И если это зачатие нежелательно, то, соответственно, вы должны принять меры. Но здесь также карты говорят о том, что возможно ситуация, которая будет говорить о разводе или расторжении отношений. Также эта карта может означать некой операции. Но мы сейчас посмотрим по здоровью. Будем сравнивать, соответственно, правую часть расклада с левой. Для того, чтобы нам понимать, что все-таки будет происходить в разных сферах вашей жизни. Вы знаете, все-таки ложится карта, которая говорит о том, что в ваших отношениях может быть нечестность и формат любовного треугольника. А также определенные тайны, которые станут явными. Этот год не принесет вам, вернее, в нем не по судьбе переоценить вашу жизнь и продвинуться куда-то далеко вперед. А также получить огромную какую-то прибыль, которую, может быть, и хотелось получить. Но также в этом году, в принципе, мы можем говорить о том, что не по судьбе какие-то болезни, из которых нет выхода. То есть этот год говорит о том, что в данной ситуации, в данном случае мы видим, может быть, даже отсутствие принятия каких-то жизненно важных решений. Отсутствие проблем по здоровью, с которыми нельзя справиться абсолютно. Но в то же время карты говорят о том, что вам нужно мыслить о том, что должно, и давать выплеск своим эмоциям. Потому что если вы будете постоянно тормозить ваше эмоциональное состояние и пытаться себя остановить, заставить быть спокойной, убеждать себя, что нельзя нервничать, что вы не имеете права на какой-то всплеск эмоций, то это будет негативно сказываться и сказываться негативно прежде всего на вашем здоровье. Иными словами, вы должны принять как аксиому, что вы женщина и вы имеете право на истерику, как я люблю говорить. Но в то же время вы должны понимать, что излишняя эмоциональная нагрузка, излишние переживания, они должны вовремя останавливаться. То есть нельзя входить в состояние переживания, состояние нервного возбуждения, которое длится слишком долго. Могут быть краткосрочные вспышки. То есть вам нужно скинуть с себя какой-то негатив, вам нужно или наоборот позитив какой-то испытать и что-то хорошее получить в определенной сфере жизни. Вы можете выплеснуть однократно эмоции, но потом вы должны взять себя в руки и вести так, как надо, то есть делать то, что должно. И тогда ваше эмоциональное состояние станет автоматически более стабильным. Следующий вопрос это какие наиболее важные события ждут вас в течение ближайших полугода и в какой сфере? Ну вы знаете, во-первых, ложится у нас все-таки какая-то помощь и какое-то бескорыстие в сфере любви. То есть именно в сфере отношений. И здесь мы видим ситуацию, когда у вас может настать период, в который вы будете бороться за то, чтобы получить то, что вам причитается. И также у вас могут быть события, которые будут касаться работы в ближайшие полгода. Вы знаете, остановка одного процесса, то есть остановка как бы одной работы, она не означает какого-то провала. То есть за ней последует новая работа. Ну и соответственно сейчас в сфере финансов мы посмотрим, как перекликается вот эта вот сфера именно с вашим рабочим занятием на сегодняшний день. Но опять же могу сказать сразу, что если вы хотите подробный разбор ситуации на работе, конкретно вашей, стоит ли переходить или не стоит, это нужно смотреть отдельными раскладами, конкретно, прицельно по данной ситуации. Мы только смотрим, есть ли возможности, что вообще собирается год вам дать в сфере финансов. Будете ли вы это брать или будете вы уклоняться, это ваше личное решение уже. Мы смотрим перспективы. Первое, что мы смотрим, это финансы. Финансы на зиму выпадают в позитивном ключе. То есть здесь у нас выпадает благоприятная карта, которая говорит о том, что все, что вы собирались получить, вы получите. Также это будет связано каким-то образом, возможно, с мужчиной, которого вы знаете достаточно давно. И также мы можем сказать, что та прибыль, те финансы, которые вы будете получать зимой этого года, это не что-то новенькое. Это то, что вы уже имеете. То есть та работа, которая есть на сегодняшний день, она будет давать вам заработок в соответствии с вашими ожиданиями. И может быть финансово какой-то неплохой сюрприз, который также может прийти через мужчину. Но уж насколько связаны мужчина и работа, это вам знать лучше. Следующий вопрос. Это весна. Весной могут быть кардинальные перемены в финансовом плане. В каком плане? Давайте посмотрим. То есть на ухудшение или на улучшение. Что может происходить? Вы знаете, как раз таки весной в сфере финансов вам нужно будет принимать решение. То есть это будет та ситуация, когда вы должны будете понимать, либо вы удовлетворены тем, что происходит в вашей жизни, либо возможно разрубать какую-то ситуацию и увольняться. Вот как раз наиболее актуально станет вопрос об этом именно по весне. Потому что вы писали, что у вас может быть по работе вопрос уходить на новую или оставаться на старой. Но я могу сказать, что в принципе давайте посмотрим от новой, что ждать по финансам. Но вы знаете, такое ощущение, что вам придется как бы долго то ли нарабатывать, то ли доказывать, что вы можете получать финансы. И вы можете с помощью договоренностей, каких-то манипуляций и выяснений отношений в конечном итоге приобрести устраивающие вас финансы на новой работе. Но карты не говорят о том, что эта работа буквально вот дарит вам все сама и что у вас все будет хорошо и что вам не придется ни за что бороться. Нет, даже финансово для того, чтобы получить там то, что вы хотите, вам придется достаточно долго доказывать свою состоятельность и занимать определенную ступеньку. Занимать определенную, скажем так, определенное место в иерархии и понимать, что деньги легко там к вам не придут. Сфера финансов говорит о том, что могут быть деньги, но эти деньги вам как будто бы придется выгрызать любами и когтями. Они сами легко на голову не падают. Ну давайте одной картой буквально посмотрим, потому что и так достаточно много арканов уже выложили на этот вопрос. Это уже так, бонусом от меня дополнительно. Если вы остаетесь на старом месте работы, то там могут быть в течение весны какие-то достаточно остренькие ситуации. И говорить о том, что работа принесет в финансовом плане какую-то огромную прибыль здесь нельзя. Иными словами, для вас настанет критический момент весной, когда вам придется решать уйти или остаться. И это будет достаточно такое, знаете, важное в вашей жизни решение. Вот когда наступит тот самый момент, тогда будет лучше смотреть конкретно по предлагаемым условиям. Одну работу или другую. Иными словами, это может быть расклад выбор. А этот расклад говорит о том, что весной вы можете действительно принимать важное решение. И у вас будут предпосылки к тому, чтобы уйти со старого места работы. Но дело в том, что на новом месте работы мы изначально не видим каких-то очень легких путей. И там тоже может складываться ситуация достаточно сложно. Прежде всего, она может складываться достаточно сложно из-за манипуляций. И из-за того, что каждый человек хочет вокруг вас получить то, что ему причитается. И там вот вам может быть такая ситуация. Придется попасть в конкуренцию. То ли на место трудоустройства, то ли там с коллегами будет ощущение конкуренции. Но в любом случае, это не такой легкий путь, как может казаться изначально. Лето. Летом мы видим финансово достаточно непростую ситуацию. Но карты говорят о том, что летом работа будет. И что эта работа будет достаточно напрягающей. Но у вас будет складываться ощущение, что вы из-за того, что вы работаете и ради этой работы, должны отказаться от всего другого, что вас окружает. И возможны переработки. Возможно, придется оставаться после работы или выходить на какие-то дополнительные смены. Потому что я не знаю характера вашей работы, но могу сказать, что именно сам рабочий процесс, он усложнится для вас. Он будет занимать больше времени. И у вас будет такое ощущение, что вы получаете денег столько, что вы отработали каждую копейку от и до из того, что вы получили. Это не какая-то манна небесная. И на осень мы смотрим сферу финансов. А вот к осени как раз-таки финансовая ситуация может стабилизироваться. И она может давать вам ровный, спокойный заработок. И тут может быть два варианта. Опять же, это какой вы выберете. Либо вы останетесь на старой работе, либо вы уйдете. Это решать только вам. Потому что вы хозяйка своей судьбы. И когда судьба дает вам какие-то возможности, вы имеете право либо соглашаться и принимать эти возможности, либо от них отказываться. Так вот, по осени как раз-таки может быть финансовая стабилизация, когда действительно вы будете получать стабильно то, что вы собирались. И либо вы отвоюете это право на новой работе, и действительно вы сможете на этой новой работе адаптироваться и будете получать стабильный доход. Либо стабилизируется как-то ситуация на старой работе, и тоже ваш доход будет благоприятным. Но вы знаете, вот как раз на осень сфера работы ложится прекрасной. То есть она стабильная, она имеет постоянную отдачу вам дохода. То есть все устаканится, будем так говорить, именно к осени. Все станет на свои места, и ситуация нормализуется. Следующий вопрос у нас, это, конечно, здоровье. И вот мы смотрим на зиму. Вы знаете, зимой могут быть перебои со здоровьем, но я бы не сказала, что это что-то ужасное. И, в принципе, данные карты не говорят об операции. Карты говорят о том, что при любой неприятности со здоровьем у вас есть все надежды на хорошее течение обстоятельств, на выздоровление. Но здесь есть один интересный момент. Обещает вот эта карта, изначально которая улеглась, то ли гиперактивную работу некоторых систем организма. И тут уж вам лучше знать, какие слабые, какие сильные стороны вашего здоровья. Есть ли какие-то хронические заболевания. Но также эта карта говорит о том, что могут быть респираторные и бактериальные заболевания, которые будут проходить достаточно легко и оканчиваться благополучно, если все-таки вы умудритесь их прихватить. Но на зиму говорить о том, что это какие-то грандиозные вещи, наверное, не стоит. То есть все достаточно в таком штатном режиме идет. И если все-таки возникнет какая-то острая ситуация, можно ее посмотреть отдельно. Но изначально карты не говорят о том, что что-то будет происходить очень серьезное в сфере вашего здоровья. При этом я сразу говорю, что сфера здоровья это сфера именно вашего здоровья. Это не ваш муж, не ваши дети, не ваша тетя, бабушки, сестры. Это только вы. Затем весна. А вот весной у вас могут быть определенные страхи и страхи в том числе оперативного вмешательства. То есть здесь вы можете переживать именно. И эта карта может говорить о бессоннице, то есть плохой ночной сон. И карта может говорить также о том, что могут быть состояния вплоть до панических атак. Вы будете расстроены и вы будете в состоянии страха по поводу своего здоровья. И вам будет казаться, что практически нет возможности какого-либо прогресса в данной ситуации. Но опять же мы не видим конкретно каких-то ужасов и ужасных состояний, связанных с операциями. Мы видим только то, что у вас будут действительно большие переживания. То есть это больше психологические факторы, чем действительно какие-то ужасные обстоятельства, которые можно так воспринимать. Летом. Летом вы можете вложить достаточно много финансов в свое здоровье. И знаете, вот здесь опять же идет перекличка с финансами и работой у нас. И здесь может выходить, что летом вы будете действительно достаточно тяжело работать, отказываясь себе во многом для того, чтобы вложить эти деньги в свое здоровье. Но здесь, вы знаете, скорее всего будет улучшение внешнего вида. И здесь карты говорят о том, что вы будете нацелены на то, чтобы... Но здесь есть два варианта. Смотрите, я озвучу, а там уже вы лучше знаете состояние вашего здоровья. И, соответственно, можете понимать, о чем говорится в вашем случае. Первое, это вкладывание денег в системы женские, то есть в органы, которые именно отвечают за женскую сферу и лечение их, то есть дорогостоящее достаточно лечение, которое может оказаться не слишком эффективным. Либо второй вариант, который лучше. И хорошо, если проиграется именно он, и хорошо, если он соответствует вашей ситуации. Он говорит нам о том, что в данном случае вы должны будете летом вкладываться в свою женственность. Возможно, это какие-то косметологические процедуры. Возможно, это какие-то эффекты, которые будут делать вас визуально привлекательнее и женственнее, то есть более манкой для мужчин. Вот это может быть налито. Но, опять же, именно летом есть риск, потому что вот у нас были карты, которые могут отвечать за какую-то, скажем так, даже внеплановую беременность или какие-то несерьезные моменты в отношениях. Поэтому, если у вас будут складываться личные отношения так, что вы будете подумывать о материнстве, например, или вы, наоборот, не будете этого желать, то вот здесь как раз нужно обратить внимание на женскую сферу и либо предотвратить нежелательную беременность, либо придется очень тщательно сохранять желаемую, например. Но тут в зависимости от того, как вы видите решение этого вопроса. Следующий у нас пункт – это осень и состояние по здоровью. Ну вот здесь, кстати, на осень ложатся, возможно, какие-то поездки, которые будут связаны со здоровьем. Это могут быть санатории, пансионаты. Это может быть поездка, например, в другой город к какому-то специалисту. И вот как раз-таки по осени может выходить ситуация, когда у вас по здоровью будут определенные проблемы, но они разрешатся достаточно благополучно. То есть вот именно каких-то катастрофических ситуаций здесь не видно, но имейте в виду, что весна и осень – это то время, когда вам нужно будет действительно заняться здоровьем и на весну ложатся более тяжелые карты и большие какие-то переживания. Ложится все-таки тот момент, ложится тот аркан, который отвечает за действительно расстройство в сфере здоровья. Но это будет связано опять же с вашими семейными отношениями в том числе. Поэтому в первую очередь хочется сказать – берегите нервы, а потом уже можно говорить и о здоровье, о том, как поправлять то, что осталось негативного после того, как успокоились нервы. Следующий вопрос – это у нас сфера отношений. И мы сейчас смотрим по отношениям на зиму. И здесь у нас ложится карта умеренности, которая говорит прежде всего о том, что, в общем, такое ощущение, что включается определенный режим ожидания, и вы пытаетесь найти в это время гармонию и семейное взаимопонимание. И вы знаете, у вас ближе к концу зимы это может получиться. Самое главное для вас – показывать свою любовь, свою заботу к человеку. Но здесь есть формат возможного любовного треугольника. То есть карты ложатся определенным образом, когда они говорят, что у вас могут быть в отношениях перспективы, допустим, любовника или любовницы в вашей семье. И формат любовного треугольника ложится достаточно явно. Это и может мешать наличие посторонних людей или каких-то советчиков, или подружек, которые что-то говорят, сами не понимая, что они говорят. Вот это может влиять негативно на ваше семейное отношение. Но в любом случае у вас есть перспективы до конца зимы сделать какие-то проблемы менее выраженными и более гладкими в семейных отношениях. Весной у вас как будто бы все вернется к какому-то событию из прошлого. То есть такое ощущение, что вы получаете какой-то откат назад. В отношениях у вас возникнет ощущение дежавю. Но в то же время это может потешить ваше самолюбие и заставить больше в то же время уважать своего супруга. То есть здесь ложится карта императора и ложится карта короля кубков, которая говорит о том, что помимо того, что в этих отношениях будет все-таки решающую роль играть мужчина, именно весной, но в вашей жизни может также появиться еще один мужчина, на которого вы можете позволить обратить внимание себе. То есть вот здесь у нас ложатся все-таки два мужчины на весну. И такая ситуация, такое ощущение, что вам достаточно знакомо уже. И такая ситуация, которая будет складываться в вашей личной жизни, будет напоминать вам, как я уже говорила, то, что уже происходило когда-то. Ну, соответственно, из этого вам нужно будет делать какие-то выводы. Однако ложится неплохая карта. Ложится карта императора, которая может говорить о семейности и основательности человека. И также ложится карта, которая говорит о том, что действительно в этом случае вы можете познакомиться с новым мужчиной. Такая возможность дается судьбой. Лето. Ну, здесь у нас две карты даже почему-то выпадают. И летом, ну, летом здесь может быть, знаете как, определенное спокойствие, определенный перерыв в отношениях, как будто бы некоего рода заморозка, какая-то пауза. И эта пауза будет вполне, возможно, связана не только с скукой и достаточным уже опытом этих отношений, но еще и с финансами. Но вот тут вот как раз таки из-за того, что вам будет скучно в вашей личной жизни, опять же может проявляться формат любовного треугольника или состояние, в котором вы будете действительно ревновать вашего мужчину. И вы будете действительно находиться в достаточно таком вот состоянии возбужденном, что касается личной жизни. Возможно, это ревность. Возможно, это тянущийся все еще из зимы любовный треугольник, который переходит сюда. Но, тем не менее, пока что в этот период времени мы не видим полнейшего развала брака. Мы видели предпосылки возможного развода в начале, то есть по судьбе. Но также карты говорят о том, что эту предпосылку можно нивелировать. То есть вот это можно прекратить и выправить ситуацию в ту сторону, которая вам нужна. На осень у вас ложится карта, которая говорит о том, что в семье может наступить мир, но мир может наступить не только потому, что вам захочется сделать семью идеальной, и все будет хорошо, а потому что вы просто будете меньше обращать внимание на ситуации в вашей личной жизни и в семье, и будете относиться к ним менее серьезно. Но здесь можно сказать, что со стороны супруга может быть та ситуация, когда будет другая женщина. И вот эта ситуация настолько, может быть, вас уже утомит, что на данном периоде времени, то есть именно в осенний период, у вас может сложиться впечатление, что все уже брак подходит к концу, но тем не менее я все-таки не вижу здесь на личной жизни карты развода. Наоборот, ложится карта, которая говорит о том, что сохраняется с большей долей вероятности официальный брак, хотя риск развода, он у вас на протяжении всего года как будто бы плавающим фоном каким-то идет. Но в итоге, даже после каких-то крупных перипетий судьбы, ваш брак с наибольшей долей вероятности сохраняется. Но у нас все время ложится карта, которая отвечает за любовников или любовниц. То есть какие-то третьи лица постоянно вмешиваются в отношения в вашем случае. И может не исключено, если, опять же, я не знаю, вы просто сказали, что сложная ситуация, но что в ней сложного, я понятия не имею, поэтому я могу предполагать, что по данным картам в таком сочетании может быть беременность любовницы, например, или действительно проявление вот этих тайных отношений на свет. То есть вы узнаете что-то новое о секретах в личной жизни вашего мужчины. Ну и, конечно, мы смотрим предостережения и совет карт. Карты говорят о том, что вам не нужно вести себя как-то очень агрессивно и о том, что вам не нужно пытаться составлять конкуренцию мужчине, то есть бить его его же монетой. У вас будет возможность такая, у вас будет знакомство, но в то же время мы здесь видим карту, которая говорит о том, что вот эта возможность, она, вы знаете как, дьявол кроется в деталях, возможности даются, но будете ли вы ими пользоваться, это уже второй вопрос. И карты говорят о том, что вам не нужно вступать в любовные отношения, помимо отношений с супругом, если он вам дорог, потому что это может сыграть негативным образом для вашей семьи. Что касается вопросов по поводу операции, по поводу здоровья и прочего, то опять же я могу сказать, что если у вас проблемы связаны со здоровьем супруга, то этот расклад отражает только вас. Он показывает то, о чем может быть именно ваша история. Поэтому здесь опять же именно вам дается предостережение того, что, что бы ни делал ваш супруг, вы должны предостеречься от того, чтобы отплатить ему той же монетой. И наоборот, карты советуют, что для того, чтобы сохранить, например, отношения, вам нужно быть более ласковой, вам нужно достаточно стремительно стать мягче. И вам нужно в данных отношениях все-таки, знаете как, очень быстро реагировать на происходящие изменения, при этом не проявляя агрессию. То есть вам нужно стать такой кошечкой, достаточно ласковой и мягкой, для того, чтобы какие-то проблемы действительно сглаживались и переживались более легко в ваших отношениях. Но я здесь могу сказать, что в принципе, что касается обобщения по раскладу, с работой к осени все наладится, все станет более благополучно. Будут проблемы со здоровьем, но тем не менее они все решаемые. И наиболее тяжелой, наверное, я бы назвала ситуацию именно с личной жизнью. И это если вы уже захотите делать конкретно на семейную жизнь, на отношения расклад, вы вправе, конечно, это сделать. И здесь предостережение именно от того, чтобы, если вам наступили на ногу, больно наступать на ногу в ответ, а еще хуже того, отгрызть палец. То есть вот здесь нужно соизмерять то, что причиняют вам, и то, как поступать в ответ будете вы. Ну, а я всегда говорю о том, что расклад нужно пересматривать один, два, три раза. То есть чем больше расклад, чем больше в нем карт, тем более часто его нужно пересматривать, для того, чтобы им усвоить всю информацию, которую расклад дает. И, собственно, все, что я сказала в раскладе, больше ничего я добавить к нему не смогу. А вам я желаю удачи. Я желаю, чтобы ваша семейная жизнь складывалась благополучно, чтобы вы избежали риска развода, скажем так. И чтобы вот то состояние, которое идет неясное, со странностями, недоговоренностями и нечестностями в отношениях, чтобы оно ушло и наступила гармония. Я желаю вам удачи, до встречи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok